всем привет с вами вновь анастасия и мы продолжаем серию видео уроков для подготовки к итоговому сочинению это будет второе видео по направлению опыт и ошибки таким образом опыт и ошибки 2 все остальные видео у меня уже получается что по 2 видео по каждому направлению можно найти на моем канале на ю тубе и в моей группе вконтакте а также на моей страничке если видно плохо то ссылочка будет дана в описании к этому видео итак опыт и ошибки во-первых по структуре сочинения давайте немножечко я вам еще раз расскажу потому что судя по вашим вопросам эта тема все еще является непонятой для вас и актуальной вам будет дано пять тем по пяти направлениям вы выбираете лишь одну тему одну и пишите сочинение на нее по каждой теме по каждому направлению будет одна тема но какие темы будут вам будет известно только на за 15 минут до экзамена на сайте будут опубликованы эти темы и вы по региону по каждому региону свои темы то есть если во владивостоке будут одни темы то в москве естественно абсолютно другие меня часто вы спрашиваете можно ли готовиться только к одному направлению мой ответ лучше по двум трем а еще лучше естественно в идеале ко всем пяти направлениям потому что мы не знаем какая точно будет тема мы же должны именно раскрыть тему а теперь непосредственно к сочинению по направлению опыт и ошибки тема такая горе людям которые никогда не ошибаются они всегда оказываются неправы высказывание шарля линия во вступлении мы должны сформулировать тезис то есть как мы поняли эту тему и порассуждать объем вступления 50 60 слов можно больше но меньше я не рекомендую все люди разные по происхождению жизненному пути темпераменту убеждением условиям проживания и мышлению есть те кто убежден в собственной правоте как в чем-то незыблемым они твердо знают что как и зачем делать другим людям они не совершают ошибок не поддаются порывы чувств а берут на себя право судить других другие же не боятся пробовать ошибаться взять на себя ответственность они энергичны внутри них словно кипят страсти жажда новых открытий приключений и подвигов именно они двигатель эволюции и прогресса в случае удачи у них получается создать нечто новое а в случае неудачи разумные люди резонно заметят а мы говорили будь как все и так здесь мы порассуждали о нашей теме горе людям которые никогда не ошибаются они всегда оказываются неправы теперь в в основной части мы должны привести доказательства да я согласна сочинение носит над предметный характер то есть она показывает в целом как вы ребятишки научились размышлять на заданную вам теме и тем не менее это сочинение именно должно содержать в себе аргументы из мировой художественной классической ну или публицистической литературы то есть она как бы над предметный характер носит но аргументы мы должны приводить все же из литературы и так к аргументам обратимся к роману ивана сергеевича тургенева отцы и дети главный герой евгений базаров твердо убежден что хорошо понимает жизнь его мировоззрение было незыблемо и прочно базаров отрицал все что не приносит практической пользы считая вздором живопись цитата я за рафаэля и гроша ломаного не дал бы литературу цитата любой химик в 20 раз полезнее поэта любовь к женщине я лучше камни бить на мостовой пойду чем позволю женщине овладеть хотя бы кончиком пальца даже уединение с природой не дарует его душе гармонии успокоение и одухотворение он убежден что природа мастерская а человек в ней работник базаров без стеснения высмеивает увлечение николая петровича игрой на виолончели такие люди по мысли базарова не нужны обществу так как они не приносят практической пользы однако после знакомства героя с анной одинцовой в душе его зажигается искра сомнения в своей правоте конечно он противится чувство любви которое вызывает у него анна ведь оно противоречит его мировоззрению в корне он оказывается в ситуации того кого горячо осуждал в финале романа евгений полностью признает ошибочность своих убеждений и разочаровывается в себе и в жизни мы видим что судьба сыграла с героем злую шутку он оказался заложником собственной правоты и так мы подтвердили горе людям которые никогда не ошибаются до базаров действительно считал свою именно доктрину вот эту нигилизм абсолютно непогрешимой и единственно возможной но жизнь его поставила в такую ситуацию что он разочаровался и в себе и в своем убеждении вторым аргументом демонстрирующим что люди убежденные в своей непогрешимости неизбежно ошибаются может служить роман виктора гюго отвержены на протяжении всего произведения мы наблюдаем как инспектор жавер пытается совершить правосудие заточив жанна вальжана в тюрьму он твердо уверен что жан вальжан преступник и не жалеет сил и времени выслеживая его однако в конце романа все убеждения жавера превращаются в пыль когда он действительно понимает жан вальжан порядочный и честный человек такого груза на душе полицейский не смог вынести и покончил собой и так мы привели два примера из литературы которые демонстрируют нам правильность нашей темы справедливость ее и мы формулируем заключение заключение должно быть синонимичным то есть очень похожим к вступлению вступление и заключение это две основные как бы части а доказательство это лишь подтверждение нашей мысли заключение таким образом наши рассуждения позволяют сформулировать следующий вывод не стоит спешить осуждать другого человека за что-либо ведь и мы легко можем оказаться в подобной ситуации жизнь удивительно непредсказуемо и порой ценности кардинально меняются никогда не знаешь какой сюрприз уготован судьбой так горе людям которые никогда не ошибаются то есть тем которые как вот мы сформулировали в нашем тезисе людям горе тем которые осуждают других которые постоянно ошибаются в целях что-то создать новое то есть жить по собственному разумению все люди действительно разные и ваше отношение к чему-либо может кардинально отличаться от точки зрения другого человека именно об этом и есть данное высказывание как мы это поняли вы пишете сочинение именно как вы лично понимаете это высказывание и так пять направлений пять тем по каждому направлению можно еще успеть чуть больше месяца осталось у нас до экзамена и еще можно успеть прочитать какие-то произведения список произведений можно найти в моей группе если полистать вниз там будет список тем и если открыть это показать полностью там же будет и список литературы читайте книги пожалуйста готовьтесь к сочинению все сочинения которые прозвучали в моих видео те которые набраны в текстовом виде можно найти также в моей группе которые вот еще не набраны вы можете набрать прислать мне я отредактирую и выложу с удовольствием это сделаю для вас так подписывайтесь на мой канал там вы можете найти массу видео уроков по для подготовки как к итоговому сочинению так и к егэ по русскому языку для 9 класса я также буду снимать продолжать снимать видео уроки для 11 класса там полный видеокурс в том числе и как писать сочинение на егэ по русскому языку ставьте лайк если видео оказалось полезным и информативным подписывайтесь на канал добавляйтесь в мою группу вконтакте к сожалению прием в друзья на мой профиль на мою страничку я уже не могу осуществить потому что там оказывается стоит лимит 10000 и он уже к сожалению заполнен исчерпан лимит с вами была анастасия увидимся